Йоу, мой дорогой друг! С тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в игру под названием My Summer Car. В общем-то, в общем-то, сейчас посмотрим, украли ли наш фургон. Это очень интересно. Появился ли дядя? И сегодня наша задача. Фургон на месте. В канаве, правда, но на месте. Подожди, через задний двор выйдем. Так, сразу. Дома не курим, в принципе, стараемся не курить, потому что это плохо. А дома еще хуже. Мамка может пизде дать. И дяди нет, да, я так понимаю. Ебаный дядя, а ты мне все планы портишь. Причем максимально. В максимально какой-то неподятской форме, да, назовем эту форму такой. Ой, это я из трактора выронил. Выпью. Чего добро пропадать, да, правильно? Ты выкинул ее туда, надеюсь? Не съел же ты ее, правильно? Смотри, короче, по планам Суперэкономия. Нам нужно купить только Бутылочку Антифриза, бутылочку масла. По-моему, всего подвое нужно, по-хорошему. Прям для шикарной жизни. Но это все будет стоить просто каких-то Немалых денег, я думаю. Я предлагаю немножко выпить, позволить себе сегодня выпить за сборку автомобиля В прошлой серии. Благо, он у нас собран. И залить трамазуху. И посмотреть, не протекает ли у меня трамазная система. Потому что, если все так будет плохо, это будет плохо. Подожди, а я же могу, по идее, от этого аккумулятора попробовать, чекнуть, сможет ли он что-то мне дать или нет, или он прям совсем мертвый. Может, там хотя бы что-то? Не, он мертвый. Вообще просто. Я очень переживаю, что собрал что-то не так, на самом деле. Ёбаный мупет, что ж такое-то? У нас с тобой какие-то проблемы вечные. Вот так и стой. Так, смотри, есть тут вот такая штучка. Сюда заливается, значит, топливная... Это топливная система, действительно. Тормозная жидкость сюда заливается. И нам нужно проверить, все ли с ней в порядке с этой тормозной системой. Ой, я случайно докрутил что-то. Оу, еще и на каждую закрутил. Еще раз берем бутылочку. Все, она залита вся. Не вся, походу. Потому что их тут три, так-то по-хорошему надо три заливать. Все, она закончилась. Одна залита, если что, будем по ней проверять. Нам нужно еще таких две баночки. Ой, как это дорого будет все. Это просто ужас. Я предлагаю поспать. Может быть, дядя все-таки, блядь, падет. Нам навстречу падет. Может, он все-таки вот в настроении попить, посидеть, а, блядь, будет. Ну, серьезно. Ну, это даже уже не смешно. Он, сука, и фургон забрал. Мне сейчас плохо станет. Куда, гнида, блядь? Хотя бы сам заспавнить, ну, по-братски. Ну, прошу я тебя. Я уже не знаю, что делать мне, блядь, дядя. Ну, не поеду же я на трактор. Я не доеду, банально. При всем желании я не даю, да там нету столько. Нет, может быть, получится так, что сейчас в канистре, где дизель, у меня есть дизель, то при таких обстоятельствах еще есть шанс. Но я сомневаюсь, что эта хуйня сработает. Как мы поняли, с фургоном это уже не моя игра, не мой сейф. Беда. А, она есть немножко там, что-то на дне. В принципе, хардкор это дело такое. Это выбор каждого. Поэтому давай поедем в город на тракторе, блядь. На какие шиши я все это буду заправлять, я сам не знаю. Где эти деньги брать? Тоже сам не знаю пока что. Не хватит ли мне топлива, я тоже не знаю, поэтому я сохранюсь. Дядя, вот ты мразь, блядь. Я хуею вообще просто. Серии три подряд записываются, буквально три подряд, потому что вчера записалась, она еще не вышла, выйдет только завтра для меня. А вот эта серия выходит еще тоже неизвестно когда, поэтому как бы советы в комментариях уже пока что не работают. Пока что не работают, потому что нужно записать побольше серий, чтобы потом записать какие-то другие игры. Вот. Ну либо же они будут выходить подряд просто пачками. Лететь на раз и два. Давай помоемся, сходим. Может дядя появился вот тут. Сколько это же времени пропускается? Когда ты сохраняешься. Сжалится он надо мной или нет? Нет, он не сжалился. Хуй он, короче, мне показал. Вот так вот тут, смотри. Вот так и было. Говорит, хуй тебе не фургон. Ну, она пальчик на мой говорит, посмотри. Ну это бред, я не знаю, что еще сказать. Мне даже не смешно. И смеяться не особо хочется. У меня продуктов на дне. Мне нужно завести сатсуму в этой серии. Попытаться хотя бы. Это тоже как бы не хухры-мухры, поэтому надо ехать. Главное доехать. Так, закроем дверь, чтобы нас не обыкрали действительно. Нет, нельзя это пить. Выпей он сок. И воды на десерт. Молодец. Рыгнул так рыгнул. Белки разбежались. А, сосиски протухшие что ли? А есть живые сосиски? Спасибо. Все, поехали. Не будем медлить. Не вижу смысла. Хотя, в принципе, могли бы взять на крюк сатсуму. Ой, блядь. Я вообще как ехать-то буду? Нормально буду ехать. Все, не переживаем. А время сколько? Поехали завтра. Завтра утром придется ехать. Я объясню почему. Потому что мне кажется, что время вечера. Я доеду только к тому моменту, когда магазин закроется. Я не буду рисковать. Я по этому цену еще пару раз. Вот я бегаю, смотрю. Может быть, блядь, он придет. Может, я постучу и он откроет. Я не знаю, что еще сделать. Я почитал, блядь. Я почитал нахуй, что я все проебал. Короче, надо было постучать в дверь. Я упорно, сука, думал, что он тут заспавнится. Блядь, я проебал фургон, прикинь. Вот это сейчас бомбануло у людей, которые, блядь, знают, что надо делать. Я в пизду. Я, блядь, каждое свое действие гайдом буду сопровождать. Я заебался просто в каждой серии переигрывать. Это какой-то бред. Просто лютейший. Это, блядь, ну не понимаю я эту игру вообще, блядь. В 9, там, по-моему, мая 19-го года обновили игру, когда вот эта херня не работает. Когда фургон ушел от нашего дома. Я думал, он заспавнится, дядя, блядь, вот тут и будет пить. И вот когда он будет пить, тогда мы сможем спокойно как бы забрать фургон. Я так думал. Сука, нет. Блядь, я проебал фургон. Какой я придурок. Это пиздец просто. Пока фургон стоит с его рядом, там игрок должен стучать в дверь дома, пока он не откроет дверь и не поговорит с игроком и не доложит ему ключи от фургона. После этого временно перейдет во владение игрока. Если игрок ляжет спать и отойдет на значительный расстояние от фургона, он исчезнет и появится во дворе у дяди Кесили. Игрок может снова воспользоваться фургоном, но при этом не взаимодействует с Кесили. Позже в игре расскажет игроку, что водительские права отобрали за повышение скорости и потери управлять фургоном. Запуск двигателя. Это все я знаю, блядь. Ай, как обидно. Как мне обидно. Я, блядь, напьюсь, серьезно тебе говорю. У меня был шанс просто хорошо поиграть сегодня. Но нет же, блядь, надо же, блядь, не читать гайды, никого не слушать, самому что-то делать вечно. Пойду еще счета проверю, нахуй, может пришли. Оплачу сразу же. Мне главное оплатить счета, чтобы без света не остаться, а то я сейчас на Сатсуму все куплю и все. А мне еще потом, представляешь, мне с этим, сука, дядей, еще нужно дождаться, когда он возьмет, когда он, блядь, возьмет и даст мне фургон. Потому что осенизатором работать тоже надо. Вот самое мне понятное, условно понятное, работа это осенизатор здесь. Колка дров и все вот это барахло, сбору ягод и тому подобное мне вообще не непонятно. Я не пользовался этим никогда. А, это все? Подожди. В смысле? Я не понял, что я только что оплатил, я, по-моему, штраф оплатил, нет? Не использование электричества, а штраф. Я просто не понял, что там на финском было написано. По-моему, это все-таки штраф. За мопед. Возможно. Не буду это... Не буду это подтверждать. Не буду это гарантировать. Возможно, штраф. Но не хочу я ехать на тракторе. Я буду добиваться, сука, фургона теперь опять. Какой я еблан, господи, блядь. Когда я его теперь встречу, этот фургон тут? Мне интересно. Можно лечь спать, пожалуйста? О. Алло. Алло. Кого? Ладно. Ладно, хорошо. Вот эта вот штука очень страшная вещь. Если ее выпить и добавить пиво, ты потом не остановишь. О. О, вот это я помню, это я знаю. Как легко, да? Как у ребенка маленького переманить мое внимание. От водки до кубиков. Короче, ладно, мы вернемся с тобой сюда, когда я выбью фургон. Бессмысленное блуждание сейчас по... Что это моргнуло-то? Дождь опять? Я хочу лечь спать. Что это? Что это моргает так белым светом? Почему мне страшно? Хм. Походу дождь. Снова собирается. Я пробки выбил или что? Что там происходит? Не бейте мозги мне. Или у меня свет? Оплата за свет сейчас пришла? Хер, короче, пойми, блядь. Нет у меня ничего. Света нет, фургона нет, блядь. Спать не хочу. Шикарная жизнь. Буду, короче, представлять, что еду. Я заебался уже. Я вот просто пару раз сохранился, я уже устал. Я уже понимаю, что я, походу, не выдержу это все. Я уеду на тракторе. А сегодня... А сегодня... А что сегодня? А давай знаешь, что мы сегодня сделаем. Вот смотри. Я, сейчас дядя, отношу на порог ящик пива. Ящик пива отношу на порог. Не жду просто. Я с пивом, открывай. Я могу даже сделать вот так вот, вот. По-братски, а можно фургон. Я тебя умоляю. Ой-ой-ой, как все плохо. Я не могу. Мне так обидно просто за себя, что я не знал этого. Но я не знал, правда. Я думал, что надо ждать, когда он будет на улице с пургоном. Оказывается, все иначе. А, воды тоже нет. Я же оплатил, блядь, тысячи... Подожди, может, я бы выключил вот эту херню? Ну, он не мотает, значит, все хреново. А, нет, все нормально, что-то у меня, блядь. Байте, что. Вот, давай вот так, все. Так не видно моих слез просто. В общем-то, зазвонил телефон. Позвонил дед и говорит. Привози мне, говорит, доставь мне дрова. Колотые дрова, понятное дело. Поэтому я сейчас этим и займусь. Я займусь тем, что я проблю дров. Дождусь понедельника. И потом поеду... Ну, в смысле, наколю дров, увезу, продам, приеду. Дай бог мне топлива хватит, но там вроде недалеко. И тут у меня уже не останется варианта ехать на чем-то другом. Кроме как на мопеде, понятное дело. Но мне нужен фургон, блядь. Пиздец как нужен. Он нужен мне очень сильно. Короче, как это работает, я это просто знаю. Я примерно проверял. И вот так вот тут ты рубишь. Ладно, чтобы на пне ничего не было. Вот. Тихо. И вот таким вот образом ты, короче, загружаешь полную телегу. Ой-ой-ой. Еда. Сука, пропала. Я щеклевал полный. Что-то я забыл про них совсем. И вот таким вот образом, аккуратно, максимально, ты, короче, собираешь полный себе. Подожди. Ладно, пусть так будет. Придется попахать. Сацума, как ты мне дорогая? Кто бы знал? Ну, упади ты. И вот такой вот геморрой меня ждет сегодня. На протяжении, наверное, полчаса где-то. Поехали. Короче, в этот раз я решил перестраховаться и почитал по поводу скупщика дров. Что он как бы берет дрова, понятное дело, по названию его хобби, возможно, работы, возможно, чего-то еще. Я очень устал. Я очень устал. Не от рубки дров, а просто две серии подряд пишу. Я прям очень устал. Тяжело мне это дается. Игра вымотала меня просто очень сильно. Поэтому сейчас я хочу просто продать дрова, вернуться домой и дождаться фургона в следующей уже, надеюсь, серии. Когда-то же это произойдет, правильно? Неизвестно, правда, когда. Но надежда умирает последней. Короче, еды у меня нет вообще. Это проблема. Которую я не могу сейчас решить никак, пока что. Есть предложение одно ебанутощее. Просто я назову это так. Но не знаю. Еды вообще нигде нет. В этом главная проблема. Не знаю, что делать вообще. И по времени мы уже не успеваем в магазин. Суббота сегодня. Если так подумать. По-моему, в воскресенье он только не работает в магазин-то. Но работает паб. Мы там можем похавать. Поэтому мы на тракторе сейчас поедем с вами до города. И только потом... Я еще метку не сфоткал, забыл. И только после этого мы заскочим, значит, дрова завезем. То есть мы сейчас поедем. Вот тут развилочка будет. Мы вот сюда выйдем. И вот так вот в объезд поедем до самого города. А еще надо молоко завезти. И на обратном пути завезем молоко и доедем. Вот до сюда. Удачного мне путешествия, ребят. Либо лучше, я думаю, мы это оставим на следующую серию. Хотя сохраняться сейчас вообще противопоказано. Потому что у нас как бы пойдет время. Это очень плохо. Поэтому садимся сейчас быстро на трактор и валим, короче. Со всех ног валим. Если что, заночуем в городе. А только где и на чем. В тракторе-то спать нельзя. Мы уперлись в тупик, ребят. В жесткий тупик. Я сохранюсь сейчас? Сейчас сохранюсь. И, возможно, это последняя серия. Я не знаю, что делать. Вообще нигде никакой еды. Я думаю, у меня хотя бы сосиски есть в холодильнике. А их нет. Это обманка. Нас наебали. Что делать? Может быть. Может быть. Может быть. Сейчас все-таки все повернется так, как надо. И... Да, да, да ну нахуй. Да ну. Я не верю. Ты достебешься. Пиво помогло, что ли? Привет. Гифу. Ключики нужны мне. Ключики. Ну быстрее, я, блядь, тебе чё? Блядь, я так случайно басу. Подожди. Я урину убью свою. Дай ключи мне. Ключи, ключи, ключи. От души. Можно я пройду за пивом за своим? Ну или вот на тебе руки. Не надо, не надо. Всё. Блядь. У нас есть шанс выжить. Мне надо заехать помыться сейчас. У него ещё бак полный. Мне нужно взять канистры. Я думаю, с голодом мы сегодня не умрём. Точно, заночуем в пабе. А как мы заночуем в пабе-то? В фургоне всё равно спать нельзя. Хотя и на это у меня есть ответ. В принципе-то... Так, смотри. Смотри. Мы забираем обе канистры. Мы забираем обе канистры. Мы попробуем на сейвах выехать. Я всё равно не смогу. Это только я не выживу. Кофе, если пить там, только в пабе. Там есть кофе. В принципе, оно нам и поможет. Будем так прорываться. Пока не знаю, как ещё вариантов нет. Надо помыться сейчас, заехать домой по-быстрому. Попить. О, да-да-да-да-давай бочком, бочком, бочком. Ну, не в эту сторону, но давай бочком. Ой, наконец-то этот фургон мой. Ну, мы быстро доедем. Сомневаюсь, что мы успеем до закрытия магазина, потому что мне сейчас надо помыться. Все дела туда-сюда, обратно. Помолотит, пускай тут немножко постоит. Я буквально по-быстрому помоюсь, и всё. И мы свободно едем. И покупаем завтра уже всё, что нам нужно. Я думаю, что эта серия сейчас оборвётся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, если вы это уже сделали. Огромное спасибо. По ссылке в описании. Дискорд-сервер, Телеграм-канал. И группа ВК. Всем пока-пока.